Большое спасибо за то, что Вы пригласили меня участвовать в седьмом международном Санкт-Петербургском форуме «Белые ночи 2021». Меня зовут Хорхе Контререс. Я являюсь президентом Испанского общества онкологов и лучевой терапии. И я работаю на юге Испании, в Малаге. И вот это конфликт интересов, это то, что я могу сказать. И, во-первых, я хочу сказать, что моя презентация – это, прежде всего, сценарий чемпионский, и я могу сказать, что это не так просто сделать. Я хочу сказать, что я приехал, так скажем, я происхожу из юга Испании, то есть я такой страстный южный человек, я очень люблю свою работу и отношусь к ней абсолютно страстно и занимаюсь этим каждый день и просто обожаю свою работу. Я очень часто выражаю свое личное мнение, вам не обязательно следовать абсолютно всему, что я говорю. Итак, вот это самые основные моменты, которые я буду освещать сегодня в рамках своей презентации. Я буду прежде всего говорить об этом. Во-первых, я буду говорить о самых основных концепциях иммунного ответа, особенно о тех, которые относятся к ландшафту клинической иммуно-радиотерапии. И в основном я буду говорить о гипертемии, о вот таком эффекте. Затем я буду рассказывать вам также о эффекте свидетеля, о гипертемии и других последствиях, и затем перейду к выводам. Итак, давайте посмотрим на то, как мы лечим онкологические заболевания. Это классическая триада химиотерапия, хирургия и радиотерапия. Тем не менее, иммунотерапия появилась не так давно, она является инновационным методом лечения, и мы сегодня ее используем для лечения онкобольных. И надо сказать, что мы сегодня действительно имеем обещающий новый вариант лечения онкозаболеваний, и она развивалась за последние годы, с 2011 года, вы видите. И надо сказать, что мы очень оптимистично к этому относимся, поскольку есть хорошие РКИ достаточно, и эта наука прогрессирует. Вот вы видите то, что происходило за последние 10 лет. У нас больше, чем 20 разнообразных показаний было разработано для иммунотерапевтических препаратов. И надо сказать, что у нас есть исследования в третьей фазе уже, которые оценивают возможности данной терапии в таких сложных заболеваниях, как меланома, например, и они являются действительно очень эффективными. И есть, тем не менее, у нас возможности для дальнейших исследований, есть куда двигаться. И надо сказать, что иммунотерапия также ее очень часто критикуют. Дело в том, что она связана с определенным количеством пациентов, которые показывают очень хороший ответ на иммунные препараты. Но один из самых больших вызовов – это прежде всего отбор пациентов на подобную иммунную терапию. Кто из этих пациентов получит преимущество действительно, а кто из этих пациентов преимущество не получит. Для того, чтобы это понять, мы должны прежде всего задать себе вопрос, что нам нужно для того, чтобы был иммунный ответ в организме человека. Это очень просто. Нам фактически нужно опираться на два фактора. Первый – это раковые клетки сами по себе, и второй – это Т-клетки. Но все не так просто. Безусловно, все не так просто в реальном мире. Иммунный ответ – несколько более сложная ситуация. Нам нужны лимфатические узлы также, и нам нужна микросреда самой опухоли, которая может экспрессироваться абсолютно разными путями в иммунном ответе. Иммунный ответ может активироваться или нет, в зависимости от того, ПДЛ-1 или СДЛ-4. И это разница между антигенами и Т-клетками, и опухолевыми клетками. Это то, что мы принимаем во внимание. Вот это классический слайд. Вы видите здесь разницу, которая нам нужна для того, чтобы произошла активация иммунного ответа. Прежде всего, нам нужно высвобождение антигенов раковых клеток. И затем вы видите, что у нас происходит праймер активации клеток в лимфатических узлах. И затем происходит трафик, перенос этих Т-клеток в опухоль. И затем происходит инфильтрация раковых клеток Т-клетками. И Т-клетки от них избавляются. И вот это, так скажем, цикл иммунного ответа опухоли. Это то, что мы называем циклом иммунного ответа опухоли. Терапия имеет определенный прямой эффект. Прежде всего, воздействуя на фенотип, принимая во внимание фенотип иммунных клеток. И в результате не облученная клетка, она чувствует себя по-другому. И затем мы можем активировать фенотипы при помощи ручевой терапии в некоторых клетках. И таким образом мы получаем быструю индукцию протеаз и факторов роста. И также хроническую продукцию разнообразных подвидов клеток. Вот это самый важный слайд в моей презентации. Здесь вы видите очень важные факторы, которые соотносятся с ответом на радиоиммунную терапию. Здесь вы видите, прежде всего, взаимосвязь с фракциями. И также объем, который мы облучаем. И время облучения, например, если это небольшая доза лучевой терапии, облучаем опухоль в клетке, то в этом случае вы видите, что мы убиваем клетки при помощи такого механизма, который мы называем апоптоз. И клетка разбивается буквально на несколько апоптозных тел, и нет воспалительного процесса при этом. Но когда мы даем высокую дозу лучевой терапии, то это высокая доза на фракцию, как перспиопия, например, то в этом случае другой механизм запускается, такой как некроз. В результате разбивается клеточная мембрана, и мы получаем очень сильную воспалительную реакцию. И таким образом запускается иммунный ответ. И это то, что мы называем как раз эффектом иммунной терапии. И вот этот вакцинный эффект лучевой терапии, он отвечает за иммунную... Он как раз позволяет нам запустить, так скажем, иммунную реакцию и запустить иммунную систему. На этом слайде вы как раз видите список из больше, чем 26 иммунных препаратов, иммунотерапевтических препаратов, которые были одобрены. И это как раз те таргетные препараты иммунной терапии, которые мы используем сегодня. Они опираются на приблизительно 20 РКИ, которые проводились по абсолютно разным точкам, контрольным точкам. И здесь вы видите как раз, что они были все включены в клинические рекомендации по тому, как мы можем комбинировать лучевую терапию и иммунную терапию, и какие специфические препараты, какие конкретно препараты использовать. Вот здесь вы видите описание того, как мы можем комбинировать эти два типа подходов к терапии, лучевую терапию и иммунную терапию. Таким образом, мы запускаем ответ иммунной системы на, так скажем, лучевую терапию, и мы также повышаем локальный и отдаленный ответ опухоли по сравнению со стандартной СБРТ. И мы также можем гораздо лучше определить размер и объем облучения. Мы также используем ингибиторы контрольных точек, потому что именно это позволяет нам комбинировать гораздо лучше обе техники. И здесь у нас есть определенные эффекты, например, такие, как эффект свидетеля, который повышается, когда мы используем иммунную терапию. Здесь я хотел бы вам показать клинический пример того, как пациент с меланомой ответил на лучевую терапию. Вот это как раз опухоль после облучения. И вот здесь вы видите как раз комбинацию с эпилемумабом. И в этой ситуации вы видите пациента, клинический случай, 61 год пациента. Это немелкоклеточный рак легкого с, так скажем, с метастазами в подключичный отдел и в средостении. И здесь вы видите перспективное исследование. Как раз он участвовал в перспективном исследовании. Это была иммунная терапия и СБРТ. Это 5 фракций по 6 грей. И затем было 3 фракции по 9,5 грей. Плюс эпилемумаб. 3 миллиграмма на килограмм инфузии. Вы видите на момент июля 2014 года. И затем после этой терапии, еще раз эпилемумаб, 3 миллиграмма на килограмм веса инфузии. И гиперметаболические вот эти узлы, вы видите, каким образом они облучались. И вы видите полный ответ на терапию. Вторая фаза исследования оценивала этот режим. У пациентов с немалкоклеточным раком легкого. И действительно, эта комбинация показала себя очень хорошей у тех пациентов, которые не отвечали на монотерапию ранее. Есть также иммунологический эффект радиоиммунотерапии. И это исследование было произведено доктором. И теперь мне бы хотелось немножечко, две минуты поговорить. Представить вам гипертемию. Наш способ увеличить иммунный ответ. Как профессор Хурвиц из университета Пиладельфии писал в своей публикации. Это является клинической возможностью. Что такое гипертемия? Термия. Гипертермические исследования. Это интересная область онкологии и иммунологии. Идея в том, чтобы нагреть опухоль до 39-43. Это не аблативная. Это мягкая гипертермия. Это модифицирует энергетическое состояние молекул, не иммунизирующие радиацию. И также увеличивает возможность других видов терапии. И каковы эффекты гипертермии? Они описаны на этом слайде. Прежде всего, мы видим А. Это влияет на физиологию опухоли. Увеличение потока крови гигантское. И это увеличивает количество сжигаемых протеинов. С. Температуры выше 37 градусов. Увеличивают проницаемость мембран клеток. И таким образом комбинация лекарства и нагревания может быть далее усилена. Кроме того, это активирует иммунную систему и позволяет ей атаковать опухоли. Также, как и в радиотерапии, они влияют на окружающие ткани. Кроме того, это позволяет починить нарушенные ДНК. И это невозможно при химиотерапии или лучевой терапии. И вот это, таким образом, новая парадигма гипертермии. И, во-первых, это достаточно частичная терапия опухоли. Она дает очень хороший профиль токсичности. Позволяет повторное использование. И также уменьшает время лечения. Например, при лечении мелодома, опухоли головы, шеи, мочевого пузыря, легких и так далее. Вопросов еще много. Но я думаю, что нам необходимо работать и исследовать комбинацию гипертермии и других способов лечения. Возвращаясь к иммунному циклу рака, мы видим, что гипертермию можно использовать, по крайней мере, на трех стадиях. Мне хотелось бы закончить свою презентацию и сделать некоторые выводы, основанные на работах Сильвии Форменте и Сандре Демарри, которые они опубликовали в недавней публикации. И первое, что я хочу сказать, это комбинация лучевой терапии и гипертермии имеет великое будущее. Потому что радиотерапия приводит к смерти иммунных клеток, а те клетки требуются для оптиматного ответа на радиотерапию. Но мы знаем, что поскольку лучевая терапия при применении иммунной терапии не увеличивается токсичность. Кроме того, нам необходимо увеличить иммунный ответ. Ясно, что нам надо продолжать клинические исследования в этой области, потому что мы все еще не знаем, каковы фракции или какое количество лучевой терапии следует использовать для лучшего иммунного ответа. Гиперфракционирование и маленькие поля увеличивают иммунный ответ. Кроме того, необходимо правильно секвентировать радиацию и иммунотерапию. И мы уже знаем, что лучше использовать последовательную радиотерапию непосредственно сразу или непосредственно сразу после. Кроме того, влияние на метастазы различается в зависимости от их расположения, но иммунологический ответ в основном влияет на литеральные метастазы. И основываясь на опубликованных результатах и результатах исследований, они могут быть еще не совсем точными, и нам необходимо оценивать также предыдущее лечение. Таким образом, в заключении можно сказать, что сейчас наступило время радиоиммунотерапии. И опять-таки спасибо большое организаторам за приглашение меня на эту замечательную встречу. И я надеюсь встретиться с вами лично в сентябре в Париже на пятом издании международной конференции по иммунотерапии. Иммунорад конференции. Спасибо. Продолжение следует...